Спасибо большое за то, что вы предоставили мне это время. Причем я его буду использовать таким образом, который был упомянут в предыдущем докладе. Это способом хаоса, поскольку и тему, которую я собираюсь затронуть, и сам способ моего подхода к ней, они хаотичны. И, в общем, то, что я выбрал в качестве основной темы этот небольшой, но существенный город в Латвии, это тоже является результатом некоторого хаоса моей биографии. Дело в том, что Карсово или Корсово, говоря по-лангальски, а по-русски, по-польски и наилиш – это Корсовка. Это местечко, город, в котором родилась моя мать. И я жил там, ну, по крайней мере, почти постоянно, каждое лето, начиная где-то с 1947 года и по 1952 год. Вот это время для меня является как бы настоящим, хотя, конечно, ничего общего с нашим настоящим оно не имеет. А вот время, которое я обозначаю в заглаве моего заклада как будущее – это наше настоящее, вот теперешнее настоящее. Оно с точки зрения того представляется как будущее. Говорить же о будущем, о будущем, которое еще наступит, я не знаю, что можно сказать, хотя несколько слов скажу. Прошлое, вот прошлое этого местечка Карсово или Корсово, Корсовка, оно тоже интересно. И я хочу сказать, что в основном я буду опираться на два источника. Один – это мои собственные воспоминания, которые захватывают, как я уже сказал, ну, где-то более 10 лет моей жизни ранней. И книга. К моему удивлению и, так сказать, восторгу, я увидел, что в 2017 году в Риге была издана книга под названием «Карсово Стаси», ну, которую можно перевести на русский язык, я бы перевел как «Карсовские сказки» или, говоря, более правильной истории. Дело в том, что это слово «стаски» оно неизвестно с детства, и скорее мы его употребляли как такие истории в смысле неправдилые рассказы, разные рассказы типа сказки. Возможно, у него какая-то этимологическая связь с русскими сказками есть, но это уже, тут я уже не входил в детали. Так вот, в этой книге действительно представлены какие-то элементы того, той жизни, которая происходила в Карсово, в Карсовке, и в тот период, который является периодом этой конференции, до войны, период между войнами, а также в ней представлена, ну, вся довольно большая история, так сказать, еще и доисторическая история, раскопки археологические и так далее. Вот об этом я хочу два слова сказать. Дело в том, что в первый раз я приехал в Карсовку в 47-м году. Вот такое действительно большое уже прошлое. И главное, что я там наблюдал тогда, это были два момента. Вот об одном я хочу сказать прямо, второй является некоторой, ну, если хотите, метафорой того, о чем будет часть моего выступления. Прямо это то, что вся Карсовка была разрушена. Она, видимо, там происходили какие-то большие бои в Второй мировой войне, и почти все дома были сожжены, почти все, ну, какие-то остались. И вся земля была тоже вся сожжена, почти как вот такой пепел. И в этом мы, дети, я со своей матерью, мои родственники, которых там было какое-то количество, они вернулись туда после Второй мировой войны, пребывали в этом всему деле. Вот прошлое тогда мне представилось в виде чего-то ужасного, такого вот такого жуткого пожара, из которого вот мы вышли только что. Но на деле, если смотреть второй источник моего доклада, эту книгу Карсова Стаски, в которой участвовали там историки, археологи и другие, то мы увидим, что история Карсовки на самом деле очень любопытна. И она восходит, собственно говоря, ну, к очень древней эпохе, древней, так сказать, брать эпоху истории Латвии и России, к эпохе Ивонской войны или к эпохе Ивана Грозного. Дело в том, что в то время на этой территории действительно проживали разные племена, много славянских племен. Тогда они еще, наверное, не были полностью объединены ни в русский народ, ни в народ белорусский, а принадлежали вот к разным таким археологически зафиксированным общностям людей, которые были разбросаны по этой территории. А территория эта, я должен вам сказать, находится сейчас на территории Латвии, где-то в 4-5-6 километрах от русско-латвийской границы. Прямо почти есть там такой контрольно-выпускной пункт. Так вот, начало этой истории восходит, собственно говоря, к тому, что на этой территории она отделяется, ее отрезают от остальной территории теперешней Латвии, которая, впрочем, и тогда была совершенно неоднородна. Часть принадлежала Ливонскому ордену, часть принадлежала остатке России, те пограничные области. А вот та область, куда вошла Хорсовка, стала принадлежать тому, что, наверное, вы знаете, потом стало называться польские инфлянты. Значит, польская инфлянтия. И там действительно в какое-то время образовалось довольно большое такое однородное сообщество людей, которые, это были поляки, которые туда переселились. И перескакивая сразу через, так сказать, столетия, скажу, что где-то к началу XIX века, к тому времени, когда эта территория уже была включена в Россию, Хорсовкой владели поляки. А главный, так сказать, самый главный хозяин, или, говоря по-лангальски, мужник, это был граф, он сам себя, так сказать, возвеличил в графы, граф Шадуцкий, Франчишек Шадуцкий. И семья Шадуцких по польским источникам Хорсовка так и называется, майонтек Шадуцких, то есть, владение Шадуцких. Они, собственно, и сделали из этого поселения, наверное, деревню, какое-то объединение деревень, место вроде местечка или города. Впоследствии стало городом, или, как я называю, городишком. Шадуцкий построил там первые каменные, так сказать, строение, а именно польский католический костел. Он был заложен, кажется, в 1760 году. В 1790 году там уже в только что построенном костеле проходила служба. А через какое-то время, может быть, через 100 лет, начали строить каменный костел. Довольно здоровое такое здание, внушительное. Я его очень хорошо помню. Оно стояло не застроено еще при мне. И только в начале 2000-х годов его завершили. Из него сделали большой, так теперь, надо сказать, по-русски, кафедральный собор, который служит теперь главным, так сказать, таким центром мугослужения римской католической церкви для римской католического населения этих мест. А именно это население является как бы главным, центральным. И именно эта религия, это то, что отличает Карсову, ее прошлое, и отчасти ее настоящее, от остальной Латвии. Остальная Латвия, как вы знаете, лютеранская, а Латгалия, Лосгаля, по-лангальски, это придерживается юско-католической веры. И вот мое первое общение с латгальским народом, оно как раз, и как я помню, относится к числу вот этой тематики веры. Кто во что верит. Та семья, в которой я жил эти годы, это семья моего покойного дяди, маминого брата, который был в каком-то смысле настоящим коренным насильником этой территории. Он прекрасно говорил по-лангальски, говорил также и по-латышски, и умел, так сказать, писал по-латышски, умел различать эти два разных, как он мне говорил, языка. Кроме того, конечно, он знал идиж, говорил на идиж, меня научил читать и писать, знал древнеегрейский язык и хорошо очень говорил по-русски. Его специальность была, ну, так сказать, он был ремесленник, занимался он изготовлением кожи, ну, как это говорят, кожевенник, дублением кожи. Он покупал у местных крестьян кожи лошадей, коров и так далее, и у себя в амбаре делал из них кожи, которые уже можно было продавать, так сказать, церковь власти. Ну, настоящие кожаные такие большие шкуры. И вот мой дядя как раз очень часто делал со мной разговоры на тему религии, зная, что я коренной москвич, так сказать, приехал из совершенно такого небожественного места. И для меня тогда, мальчишке лет восьми-девяти, никакие эти темы еще не были, так сказать, важны. Но он медленно, кстати, меня учил тому, что это очень важно. Важно верить в Бога, знать Его и придерживаться той веры, которой, так сказать, твои, как говорится, твоя семья, твои предки верят. Это убеждение моего дяди разделяло его домохозяйка. Моего дядя была жена ему, моя тетя, а также была домохозяйка. Местная лазгальская крестьянка, рьяная и почти, я бы сказал, фанатическая римская католичка. И я помню от нее несколько слов. первое слово, которое она меня научила, было слово бископ. Ну, вы понимаете, епископ. И она все время рассказывала, что она-то, она верит, в отличие от всех остальных, верит в бископа, который два раза в год в их костеле, я уж не помню, где этот костел был, в Режице или в Двинске, но там большой костел, и этот бископ на золотой колеснице с неба спускается прямо в церковь. Ну, я был потрясен, понимаете, описание этого события для меня было как бы суммой всей вот такой большой, большого лазгальского опыта, который у меня постепенно накапливался. теперь хочу сказать второе о времени между войнами. Естественно, когда я приехал туда, никакого времени между войнами не было. Более того, вся тематика нашей конференции, культура, книги, живопись, все это для меня было ну, как совершенно закрытая книга, я ничего этого тогда не знал, не понимал, и вообще, честно говоря, мне было все равно. но одна важная деталь бросилась мне в глаза. Вы понимаете, что для того, чтобы доехать из Москвы до Корсовки, надо было ехать на поезде какое-то значительное время. И все это путешествие, начиная от станции Ржев до станции Себерж, очень большое, много сот километров, этот поезд проезжал через совершенно разрушенную и сожженную местность. Сожженную до такой степени, что куда ни взглянешь, направо и налево, была видна только черная земля. Вот, клянусь вам, если вы хотите, так сказать, свидетельство очевидиться, то вот это и есть мое свидетельство. Ничего не было, только тут и сям на этой черной земле лежали сожженные вагоны, вагоны товарные, сожженские, и вот поезд медленно шел. И потом мы в конце конца добрались до Корстовки, которая тоже, как я уже сказал вначале, была сожжена. И вот там меня поразило одно обстоятельство. То, что не было сожжено, а осталось, было безумно красиво. И совершенно не похоже на то, что я к тому времени уже успел повидать в русских деревнях. Эти дома, которые были, ну, как бы сказать, облицованы такой досками, и покрашены прекрасной еще двоенной краской, такой бежево-желто-розовый какой-то такой замечательный. А самое главное, это великолепное состояние тротуаров и мостовых. Там, где они не были разбиты, то есть туда не попал снаряд, так сказать, они были очень чистые, убранные и так далее, и так далее. Можно сказать, что по мере своего проживания в этих местах я постепенно был смертельным того, как это состояние все время ухудшалось и, так сказать, ну, торжество советской власти приводило к тому, что и прекрасная желтая облицовка исчезла, и дома потом разрушены были, и заменены какими-то ужасными либо бетонно-блоковыми такими постройками одноэтажными или просто деревянными избами древенчатыми. А уж не говоря о том, что никаких там тротуаров не осталось, мостовые так и остались разбитыми, и на них был прямо налит асфальт, прямо на землю, в общем, все было такой дикой разрухи, которую я имел возможность наблюдать. Именно все разрушалось с 47 по 52 год. Я уже не буду говорить о том, что разрушался и образ жизни. Частная торговля, которая еще существовала до 49 года, мой дядя, у него было это дело кожевенное, там, моя тетя у него, магазин, и они торговали, и там было все. И, может быть, последнее, что я скажу о разнице между настоящим и прошлым, это было первые слова одного лазгальского человека, крестьянина, или не знаю, крестьянина или хозяина по лазгальски Саймекс, значит, который однажды, когда мы вместе с дядей ехали на телеге из Карсова, Порсовки, на станцию, а станция в этой книге занимает центральное место, это одно из важнейших мест прошлой Костовки, теперь она разбита, не знаю, есть или нет, для того, чтобы привезти назад в магазин дяди соль, для того, чтобы он мог изготавлять эти кожи, хлебу соли, этот мужик посмотрел на меня, это было на 47-м, мне было тогда 9 лет, искал, чего приехал, я был прям удивлен, во-первых, что этот человек прямо говорит мне ты, хотя я был мальчик, но привык к тому, что в Москве все говорят вежливо, и у нас в семье тоже говорили вежливо, чего приехал, я думаю, он говорит, сталин хлеба не дал, хлеба представляете, мне мальчишке пионеру там, в 9 лет услышать это, но я внутри души вдруг понял, и тут я цитирую Платонова, а ведь он прав, сволочь, действительно, в тогдашней Москве хлеба не было, мы для того, чтобы пропитаться в этой корсовке, мама должна была как-то карточки собирать туда-сюда, а там не было ничего, все было совершенно свободно, свободная торговля, все было, ешь, не хочу, и вот хочу закончить, так сказать, мою такую рапсодию по поводу корсовки, тем, что хочу сказать, что все-таки главные воспоминания, это не только разруха и ухудшение жизни, начиная с междувоенного периода и дальше, а главные воспоминания, все-таки, то, что была тема предыдущего доклада, но совершенно с другой стороны, это гастрономическое воспоминание. Вот различие между Москвой, которая все-таки была Москва и Корсовкой, это было как между ночью и днем. Где-то, где человек не мог точку хлеба съесть, приезжал в место, где было все, но это все еще было остатком того, в кавычках, знакомого времени, которое было время между войнами. В этом докладе я совершенно не упомянул, не сказал ничего о том, что, наверное, должен был сказать. Все-таки, помимо поляков, латгальцев и других общин национальных, тогда в Корсовке все-таки были ищи евреи. Тот небольшой остаток семей, которые уцелели после убийства евреев там, именно в Корсовке во время войны. Но эта тема особая, и на этом я совершаю свое выступление. Спасибо. У меня не вопрос, а маленькая реплика. Это Татьяна Кузовкина, просто написана докторе Коль. Я хочу сказать, что с конца 80-х годов и в 90-е годы Карсова была очень важным духовным центром для православных и для круга, например, Александра Мельни. Еще и до этого прошлое было. Да, но здесь была такая ключевая фигура, как отец Виктор Мамонтов, которого крестила Анастасия Цветаева, к которому приезжал Ольга Седокова и так дальше. Большой круг русской интеллигенции. И такой он реформатор литургического вообще литургии и его туда как бы за такое противостояние официозной церкви отправили в это место подальше. И он как раз был отчасти айкуминистом, потому что на его службы, на которых мне удалось побывать, приходили и из храма католического и люди разных конфессий. И это было такое интересное единение духовное. Так что это место, то, что вы говорили о духовном, о том причислении, которое на вас храм произвел, в этом смысле эта традиция им продолжалась. Но сейчас он уже ушел, к сожалению. если у меня есть две минуты, я могу что-то сказать об этом. Я присутствовал, но не при этом. Православная церковь была очень важным местом в Корсовке. Важным потому, что она находилась, ну, как бы сказать, рядом с ней находилось огромное футбольное поле. Вот. И когда я там имел возможность проживать, то в общем, как мне вот тогда казалось, думаю, что я прав, потому что я постоянно за этим наблюдал. Никакого общения духовного между православной общиной разными ее, так сказать, какими-то моментами. Надо упомянуть, что Корсовка это одно из главных мест, Корсовский район тогда же, где жили и староверы, которых очень много там было. Я бы сказал, что несколько десятков тысяч человек. И православные, и русские это те беглые русские, которые туда бежали с эпохи Петра и далее, и белорусы, которые были совершенно отдельные, отдельный, очень большой, так сказать, тоже православный комплекс людей. И вот между ними всеми и местными латгальцами и латышами не было никакого, так сказать, контакта. Каждый из них справлял свои духовные надобности отдельно. И в этом было что-то очень важное. Дело в том, что православная церковь, которая потом, как мы слышали, стала центром такой особой деятельности духовной, связанной с отцом Менем, была известна очень давно. Точно весь XIX век. Я только боюсь собрать, какой именно святой она была посвящена. Екатерине или Евросинии? Евросинии, Евросинии полотка. Да, вот, да. Ну, извините, что я плохо помнил. Но это очень старая вещь, понимаете? И тамошние наставники, батюшки были, как бы, окормляли очень большие территории. Так что это, ну, тут, это не то, что там, это было заброшенное место с точки зрения собственно православной церкви. Наоборот, оно было одним из главных в тогдашней, так сказать, церковной жизни. Редактор субтитров Корректор А. Академия Корректор А.